Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать. Радио «Народная волна» с вами информация. Вот тут обращение поступило. Внимание! Разыскивается отец или брат Игоря Галетича из Харькова. Если вам знакомо это имя, просьба позвонить по телефону 917-696-5800. Не знаю, кто такого-то разыскивает. Если правда кто-то, может, встречал, знает, слышал. Еще раз номер телефона. 917-696-5800. Отец или брат Игоря Галетича. Ну, а теперь несколько слов о ситуации в самом Чикаго. Вот Сантайм сообщает, что жертвой стал 42-летний мужчина, получивший огнестрельное ранение в голову в результате перестрелки, произошедшей в середине дня на Саус-Холстед-Стрит. А также Сантаймс приводит мрачную статистику. За понедельник, 17 августа, в городе от огнестрельных ранений пострадали 20 человек. Двое из них были застрелены подчистую. Первым из погибших в понедельник был 20-летний Кевин Гарсия, который был застрелен из проезжающего автомобиля около 12.50 в квартале 24 сотни на Саус-Трамбл-Эвеню. Его доставили в больницу, где он скончался. Вторым погибшим в понедельник стал 18-летний молодой человек, который был застрелен около 23.45 в квартале 17 сотен North Luna Avenue. По показаниям очевидцев, несколько человек вышли из белого седана и открыли огонь, в результате которого он погиб. Еще один человек получил ранение. Насилие в понедельник и вторник стало кровавым продолжением выходных, в течение которых в Чикаго пострадали по меньшей мере 50 человек, пять из которых были убиты на повал. Вот такие вот, вон такая статистика. Причем вот этот вот адрес, который 17 сотен North Luna, это так, чтобы, я знаю, что многие люди не очень сильно хорошо ориентируются. Я тебе скажу, это прямо, это в районе North Avenue и где-то в районе, это L, вот эти, знаешь, типа Lockwood, Laramie, вот эти вот, их называют L-Towns. То есть это примерно где-то в районе North Avenue. Понятно. Ну там. То есть это, я говорю к тому, что это совсем недалеко, это не глубокий South Side, это не Inglewood, это не... Это почти в городе тут вот. Да, да. А вот этот Trumbull, адрес, это в районе Little Village, которая считается на сегодняшний день в Чикаго 14-й самый опасный в городе район. Little Village. И что мы с этим будем делать? Я тебе скажу, что с этим будет делать мер Lightfoot. Или как ее называют, Lightbrain, или как хочешь, так и называй. Я недавно, сегодня утром я услышал новое определение ее вида, это йода. Йода, если ты помнишь, это были Star Wars, он был такой старый, такой страшный, с такими выпученными глазами. Вот ее сейчас называют йодой. Значит, что она, когда Трамп сказал, что она один из самых, ну, несостоявшихся, скажем так, мэров большого города, единственное, что она могла на это ответить, она сказала, это мы сейчас говорим, ребят, мэр сам одного из самых больших городов в Америке. Говорит так, ну, у нас тут на Riverfront, то есть, прямо на берегу реки Чикаго, стоит такое большое здание, называется Трамп Тауэр. Мы его пока что охраняем со всех сил. Но, если Трамп хочет, пожалуйста, я могу перестать охранять это здание и посмотрим, что с ним станет. Ты понимаешь? Это мэр города. Это мы не говорим про какую-то там мелкую сошку из какого-то малюсенького пригорода. Это мэр города Чикаго. Говорит, ну, что ж, будет много говорить. Мы туда зашлем народ. Понимаешь? А ситуация в таких городах, в крупных городах, которые десятилетиями находятся под управлением наших демократов, за которых продолжают голосовать люди странные, на мой взгляд. Не наших, а ваших. Помните? Ну, они, к сожалению, наши, никуда от них не деться. И продолжают голосовать за этих же демократов. На мой взгляд, люди странные. Ну, одни там, скажем, в кук-каунте понятны. Это люди, которые выражают свой протест в магазинах, в дорогих. Они голосуют за демократов, которые живут на... Тем, которым кушать нечего, они идут в бучи-бурги. Да, 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 да. А вот те, которые работают, есть профессионалы, я знаю, есть адвокаты, кстати, в большинстве своих врачей, которые продолжают голосовать за демократов. И вот эти демократы доводят города вот до такого состояния. Это не только в Чикаго, а в Нью-Йорке что творится, он пишет. Нью-Йорк в условиях кризиса и погромов стал напоминать Бейрут. Да. С заграждениями, с заколоченными витринами брендовых магазинах, которые теперь закрыты. Уже 40% обеспеченных нью-йоркцев сбежали из города за время беспорядков. Элитные апартаменты пустуют, рынок аренды жилья рухнул. 13 тысяч апартаментов только в Манхэттене. Ребята, вы вообще представляете себе количество свободных квартир только в Манхэттене? 13 тысяч. И получается замкнутый круг. Верхний и средний класс массово переезжают в соседние штаты, где налоги ниже, жить дешевле и нет повальной преступности. На их место приходят безработные, бездомные, кого по решению мэра Билла и де Блазио размещают за счет города в дорогих гостиницах Манхэттена. И обходится это там что-то в миллионы, миллионы, миллионы долларов. Казна трещит по швам, там от 7 до 10 миллиардов дырка. При этом, при этом, все сокращает, ну то есть, значит, от 8 до 10 миллиардов дырка, которые просто нечем закнуть. Отчасти это решается уменьшением расходов на полицию, помнишь, там миллиард долларов, сократили. Также сокращаются траты на выполнение самых базовых муниципальных функций, вроде уборки мусора и поддержания городских парков. Однако, что остается в силе, так это расходы на семью мэра де Блазио. Его жена сохраняет за собой 14 служащих, больше, чем у первой леди, на которую в год тратится 2 миллиона долларов из средств налогоплательщиков. К тому же, она отказывается упразднять свою НКО, так называемую, нанфопракт. Нанкоммершал, да. Под названием Thrive NYC, что ежегодно вытягивает из бюджета по 250 миллионов долларов на помощь душевнобольным. Эта схема уже давно считается одним из самых очевидных примеров тамошней коррупции. Она может на пенсию зарабатывать, ты что не понимаешь, куда эти деньги пойдут? Блин, и вот за этих прогрессивных выдающихся политиков демократы или так избиратели демократов продолжают голосовать. Знаешь, чем самая большая разница между Нью-Йорком и Чикаго? Я имею в виду по структуре. В Чикаго, по крайней мере, весь мусор выставляется в аллее, то есть за зданиями. В Нью-Йорке весь мусор выставляется прямо на бровку. Вот ты себе представляешь сократить зарплату или сократить деньги на обслуживание вот этих мусорных компаний, ты представляешь, если бы уже один раз мы когда-то имели стачку мусорщиков в Нью-Йорке. Те, которые в это время жили, они помнят количество крыс и количество этих... Ну, крыс там сейчас... Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Сергей Анатолий. Добрый день. Вот вы о Даблазе говорите, а что вы хотите от человека, который проходил практику в Никарагу и на Кубе у Кастро и у этого Артеги. А вот у меня вот такой вопрос. Вчера на съезде выступила наша комсомолка Авария Кортес, и она как-то не поддержала ни слова, не сказала о Байдене. Это она специально это делает для того, чтобы готовиться к тому, что через 4 года она уже ей будет тричь. Нет, нет, нет. Она это специально сделала. Почему? Потому что она очень сильно ее обидели. Если честно, давайте говорить так. Ее действительно демократическая партия Советского Союза, хотел сказать, ее очень серьезно обидела тем, что они ей дали всего 60 секунд. на ее пламенную речь. И она решила, что за эти 60 секунд она о Байдене не скажет ни слова, но зато... Номинирует Сандерса. Сандерса, да. Вот и все дела. Почему? Потому что, не дай бог, если бы Байден стал президентом, как говорится, им и начал управлять леворадикальный вот этот вот отсек партии, и Сандерс бы дергал за веревочки по отношению к Байдену. Поэтому она делает такой дальновидный шаг, убивая, как говорится, двух зайцев. С одной стороны, она это дает в пику демпартии за то, что ей дали мало времени, а с другой стороны, она проталкивает своего протеже. Вот и все. Спасибо за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. У меня такой вопрос. Вроде в развед комиссии Сената давал показания какой-то человек, который признался в том, что он подделывал там смс-ки, или там, вот, это интересная более подробная информация. И еще. Я прочитал в газете «Континент», что если до 20 января не будет президент, то будет не Нэнси Пелоси, а будет там посчитываться по-другому. По одному человеку от каждого штата, а таких у республиканцев 26, а у демократов только два. А некоторые вот, комментаторы, говорят, что будет Нэнси Пелоси. Кто прав? Нэнси Пелоси должна стать в очередь. Почему? Потому что кроме Нэнси Пелоси третий человек по рангу на сегодняшний день в Соединенных Штатах. У нас есть президент, вице-президент и потом только спикер в Дахаус. Теперь, excuse me, теперь в отношении того, что вы сказали по поводу какого-то человека, фамилия его Клайнд Смит, Клайнд Смит, и это один из адвокатов, которые работали на министерство, на ФБР, ну и тем самым на министерство юстиции. Это тот человек, который в запросе работал ли Картер Пейдж на ЦРУ, был дан ответ, да, ну, был сказан he did, а он исправил это и сделал так, что оно выглядело dead not, и тем самым дал зеленую улицу вот этому всему слежке за Картером Пейдж. То есть, он подделал официальный документ и сейчас его, ну, он уже признал себя виновным, ну, а там дальше посмотрим, во что это выглядело. Да. Так что, такого типа расклада, а у меня вот интересно, а еще она по поводу подожди, в Конституции прописано, что если избранный президент и вице-президент не могут исполнять свои обязанности, тогда заступает на должность президента спикер палаты представителей. Но это не при подсчете голосов, это если они могут исполнять обязанности в силу, объективных причин смерти, тяжелая болезнь и так далее. а как... Вот как с Байденом, допустим, да? Значит, если Байден не может, а Камала Хэррис не захочет, то третьим по счету будет спикер хаос. Надеемся, что это будет Кевин Маккарти. Вообще интересно, вот Барак Обама выступает, говорит, хвалит Байдена, что он ни на минуту, так сказать, не пожалел о том, что он назначил его своим вице-президентом, и уж такие дифирамбы ему поют, возникает вопрос, но если Байден такой классный парень, такой руководитель, такой вообще все, почему же ты, Баракушка, четыре года назад толкал Хиллари на президентство, почему же ты... При том, что он ее ненавидел. Почему же ты, Баракушка, до последнего момента, пока Байден, так сказать, не получил номинацию, не поддерживал его, ни эндорс его, если уж он такой выдающийся политический деятель. Врут. Вообще, у меня не было сил, я не смотрел, честно, я не смотрел вот это вот. Значит, у меня нервы крепче, чем у тебя. Не могу, у меня просто, у меня физически тошнота наступала, я не знаю чего, ну, скорее всего, я включал на какое-то мгновение и все это шоу, какое-то грустное похоронное, ужас, такой глумен дум. Сама по себе вот эта вот идея того, что это же не то, что люди выступают по Zoom вот сейчас. Ну, хорошо, допустим, записано было. Это же была запись, причем запись в недельной давности, еще до того, Камалу Херрис, когда верблюд Херрис стал номинантом вице-президента, поэтому, собственно, в речи Мишелки ее имя отсутствовало. А Мишелка, наверное, сама рассчитывала стать. Самое интересное то, что сказал Крис Плент сегодня утром, я так смеялся, он говорит, ну, нормально, дошли уже до того, что даже Бараку Хусейновичу Обаме от него скрывалось, кто же все-таки будет номинантом на вице-президента. Представляешь? В общем, зрелище гнусное, мерзкое, тоскливое. Ты мне скажешь, обычно съезд проходит такой, вау, вау, праздник. Это на шару, пацаны гуляют, пьют, А тут такая зеленая тоска, блин. И все, все речи сводились к тому, что Трамп виноват в том, что Трамп убил 170 тысяч человек, Трамп убил экономику, Трамп убил все. Трампу досталось все самое лучшее от Обамы, которое он обанкротил и спустил в унитаз. То есть, такая, кромешная, такая неприкрытая ложь, и вот мне интересно, ну, то есть, ты понимаешь, я понимаю, большинство наших радиослушателей понимают, ну, а те, кто вот голосует за демократов, они это понимают или нет? Они видели всю тоску, которую обрушили на нас. А им это нужно? А им... Ты понимаешь, что они тоже не будут? Кто голосует за демократов, и оно им надо? Судя по рейтингам, они тоже это не смотрят. Они это тоже не смотрят. Ну, голосовать пойдет, может останутся дома. Добрый день, вы в эфире, за них проголосуют, не волнуйся. Да, добрый день. Добрый день. Все во всех штатах ходят в магазины, пользуются масками. И в штатах, и в магазинах мы гораздо ближе, чем два метра друг от друга проходим. Почему это нельзя провести выборы? Ведь сам доктор Фаучер уже сказал, что можно выборы провести. Он сказал, что я не вижу причин, почему нельзя персонально голосовать. Самый главный специалист, на которого молится вся демократическая общественность. А что наши демократы, республиканцы или Нойзе? Поэтому... А что, у нас есть такие? Республиканцы? Да. А где вы таких видели? Как же? На радио есть отдельные... Вы абсолютно правы. Нет, так это же номинанты. Это же еще не... Это не партийная... Запомните, талоны на галоши это еще не галоши. Поэтому они номинанты, но что они могут сделать, как номинанты? Значит, спасибо большое. Хороший вопрос, хороший вопрос, хорошая тема. Есть два способа победить на выборах. Взволновать избирателей, назначив какого-то интересного и симпатичного или в случае какого-то отстойного и напугать людей до смерти, чтобы они все равно пошли голосовать за вашего этого отстойного парня. Демократы остановились на последнем, то есть на втором выборе. Джофф Хэйден в настоящее время побеждает в президентской гонке против президента Дональда Трампа, хотя входит с опроса CNN, проведенного в воскресенье вечером, он фактически сравнялся. Но наиболее авторитетные опросы указывают на слабый энтузиазм по отношению к бывшему вице-президенту и демократы это знают. Поэтому, беспокоясь о сохранении шаткого лидерства, демократы и их, помешанные на теории заговора последователей во главе с верховной жрицей заговора Нэнси Пелоси, с головой погрузились в план по запугиванию людей до смерти в надежде, что они не заметят насколько агрессивно посредственен Джо Байден. Последняя теория сейчас последняя теория заговора следующая за теориями о России и Украине о том, что снижение налогов Трампа вызовет Армагеддон и массовую смерть заключается в том, что Трамп саботирует почтовые отделения с республиканским донором, который, очевидно, имеет власть в одиночку остановить все билетени за демократов и чеки социального обеспечения. Пока генеральный почтмейстер портит почту, его босс из Кентукки ничего не говорит. Теория заговора стала широко распространенной в воскресенье вечером, когда спикер палаты представителей Нэнси Пелоси снова созвала ее палату на заседание, чтобы разобраться с кризисом. Сразу же каждый демократ и те, кто больше всего страдает синдромом психического расстройства Трампа присоединились к ее розыгрышу. Даже бывший баскетболист, ставший вором айфон, ставший распространителем дезинформации Рекс Чепман опубликовал в Твиттере фотографию запретных запертых почтовых ящиков в Барбанке в Калифорнии. За всю свою жизнь вы когда-нибудь видели закрытые, запертые почтовые ящики в USPS? Теперь у вас есть позор и непосредственная угроза американской демократии. Позор им, позор республиканской партии. Где мы, где Митч Маккану? Чем он написал тревожный твит, собрав десятки тысяч ретвитов и лайков. Камин Рекса был немедленно опровергнут репортером по имени Чак Рос, который с помощью очень сложного исследовательского инструмента под названием Google нашел статью 2016 года, объясняющую, почему ящики заперты. Оказалось, что рыбная ловля или кража почты стали настолько распространенными, что почтовые чиновники модернизировали ящики в долине Сан-Франциско и других районах, чтобы сделать их более защищенными от взлома. Вот об этом рассказал Ричард Джон Махер, представитель почтового отделения в Лос-Анджелесе и в округе Оранж. Отложено на мгновение, что Чепман распространяет безосновательный заговор, который заставит покраснеть даже самых преданных российских оперативников. Он думает, что Калифорния колеблющийся штат? Или что сенатор от Кентукки контролирует почтовые ящики в барбанке? Или что люди не могут отправлять бюллетени прямо из дома? Возможно, вы захотите получить политические новости где-нибудь, кроме ленты Твиттера Рекса, на бывшей Кентакки Wildcat далеко не единственная. Сама Пелоси в своем письме на выходных объявила, что палат прицелить. А кроме того, вернемся к Google, где мы узнаем, что президент Барак Обама перестал присылать чеки социального страхования еще в 2010 году, переведя практически всех получателей на прямой депозит. Мы также обнаружили, что в 2016 году почтовая служба США удалила около 12 тысяч почтовых ящиков во время второго президентского срока Барака Обамы, что является еще одним принципом теории заговора. Трамп саботирует почтовое отделение, чтобы украсть выборы. Также Google сообщает нам, что в 2012 году Обама пытался отменить субботнюю доставку почты, что стало серьезной атакой на доступ к почте для сельских избирателей, которые, кстати, действительно не любили Обаму, но никакой теории заговора или национального возмущения по этому поводу почтовых перемещений Обама не возникло. То есть, иными словами, Обамка закрыл ящики, удалил 12 тысяч ящиков, сумасшедшая пила, сумасшедшая, я иначе назвать не могу, но она действительно сумасшедшая, ты смотришь на ее выступление, на пресс-конференции, она действительно сумасшедшая, а она собирает срочно с нижнюю палату, с тем нижнюю, чтобы разобраться. А, кстати, Трамп подписал закон, который выделяет дополнительные деньги, чтобы, по-моему, 10 миллиардов долларов на помощь почтовому отделению. Но ведь наши люди, которые голосуют с демократов, они ведь эту информацию даже в гугле не найдут, они будут опираться на твиттер, вот этот Чапман и прочих таких придурков и будут орать на всех углах, Трамп саботирует, почту, он хочет украсть выборы. Друзья мои, что касается выборов, наш радиослушатель абсолютно прав. Мы ходим в магазин, ходим куда-то, туда-сюда, я не знаю, гуляем, поэтому голосуйте in person, это будет надежней. По интернету гуляют вот это видео с конвертами, которые на пакетах обозначена принадлежность к той или иной партии. То есть, если в конверте бюллетень зарегистрированных за республиканцев, там будет стоять там буква АР. Там целый набор цифр и буквы. И буква АР. А там, где демократы, будет стоять буква Д. Таким образом, это дает возможность почтовым служащим, а, кстати, уже же были случаи такие, когда почтовые служащие целую кучу бюллетеней, тысячи бюллетеней там на свалку. Так вот, почтовые служащие могут определить, не вскрывая конверты, кому принадлежат бюллетени, за кого собираются голосовать избиратели и уничтожить. Поэтому в этом и кроется опасность. В этом и кроется опасность. Поэтому, если он вариантов всякой ерунды, которая может произойти. Ну, а что касается саботажа, как мы уже разобрались, если вы не верите мне, попробуйте, пойдите в гугл, поищите сами и убедитесь, что Трамп не саботирует почту, он выражает беспокойство, причем обоснованное беспокойство по поводу, во-первых, могут потеряться бюллетени, во-вторых, пока их будут пересчитывать. Непонятно, когда будет объявлен победитель. Это может действительно затянуться. Но это то, чего добивается демократа, хаоса. У нас время. время, время, да, мы сейчас примемся, сделаем небольшой период, обязательно примем все ваши звонки, никуда не уходите, обязательно примем звонки и побеседуем. Возвращаемся в программу Народная Трибуна, обещал принять звонки, выполняю свои и добрый день, пожалуйста, вы знаете, я прочитала распечатку своих пропорти текстов и оказалось, что в них уже заложены расходы на проведение выборов, то есть на прессинге, на избирательные участки и так далее. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, они могут отменить, запретить открывать эти участки, несмотря на то, что мы уже за них заплатили? Теоретически они могут, но у них нет никаких легальных оснований, то есть реальных оснований для того, чтобы не открывать участки, у них нет. Вы говорили, что вы только что зарегистрировались для судьей. Значит, они принимают эти аппликейши, они регистрируют и обучают и так далее. Конечно, вот 21 числа уже будет первая онлайн сессия, так сказать, первый класс, там два дня класса, один класс онлайн, второй класс инперсон. Заполнить легко аппликейшн выйдите на... Нет, дело в том, что я работала судьей, я не знаю, или в этом году нужно проходить еще обучение, но это я узнаю. По-моему, да, ну, я так думаю, что это во всех вилочах, и так сказать, на войну в этих наших ближайших. Да, и в том каунте, и в другом каунте обязательно. Так что, вперед. Спасибо большое за звонок. Да, кстати, ко всем, кто может себе это позволить по времени, идите, идите на избирательные участки, помогайте, смотрите, контролируйте, не давайте врать и украсть выборы. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот Трамп часто упоминает эпсентибелла, ведь эпсентибелла это же тоже по почте. Нет, это совсем другая вещь. Да, не слышали. Это совсем другая вещь. Эпсентибелла, разница между эпсентибелла и mail-in-ballot или voting в том, что для того, чтобы получить эпсентибелла, то есть бюллетень, эпсентибеллетень, вы должны связаться с секретариевства или с county clerk office, вы должны вовремя запросить этот баллот. Этот баллот должен прийти именно на ваше имя и вот этот эпсентибелл, причем вы должны доказать, что вы действительно живете по этому адресу, вы должны доказать, что вы действительно зарегистрированный выборщик и так далее, перед тем, как вам пришлют этот баллот. И вот тогда вы голосуете вот этим бюллетенем. Теперь, mail-in-ballot это значит, что, вот смотрите, что произошло в Нью-Джерси. Допустим, в Нью-Джерси в прошлый избирательный цикл было зарегистрировано, например, например, 10 миллионов человек. Теперь, что они хотят сделать, они хотят выслать на штат Нью-Джерси 10 миллионов вот этих бюллетеней, которые не проверяют ни ваш, ни ваши документы, ни вашу подпись, ни ваш статус как зарегистрированного выборщика. То есть, даже не проверяют то, живете вы там, живы вы вообще или нет. То есть, вот представьте себе, что я живу, вы уехали из этого штата и вы живете в штате Флорида или Флорида. Я приехал жить в ваш апартмент там, где вы жили раньше или купил дом. Теперь, вы зарегистрировались во Флориде, но бюллетень придет в Нью-Джерси. Значит, вы сможете таким образом проголосовать дважды или за вас я, допустим, могу вот получив ваш бюллет, я могу его заполнить. Допустим, я демократ. Я заполнил свой бюллет и я заполнил ваш бюллет. И я пропустил два голоса просто, как говорится, в пользу бедных. Понимаете, вот в этом разница между absentee-бюллет, там, где вы должны доказать, что вы не верблюд и живете действительно и проживаете легально и все дела. И вот таким массивным засылом вот этих бюллетеней. Вот в чем разница. Комментарии в YouTube пишут, надо вот эти 13 тысяч апартментов, которые стоят пустые в Манхэттене заселить афроамериканцев. Да. Представляете, во-первых, каково владельцам этих апартментов? Да. А во-вторых, Анатолий вот говорит, что Нью-Йорк, похоже, прошел точку невозврата. как утверждает нехто. По крайней мере, многие, да, многие экономисты говорят о том, что, так как вот сегодня происходят, обстоят дела в штате и в городе, особенно в городе Нью-Йорк, Нью-Йорк прошел вот эту точку невозврата. то есть, практически, это будет почти невозможным восстановить Нью-Йорк как город в то состояние, в котором он был, ну, вот перед тем, как люди деблазии он начал, да, вот эти свои курористи. Потому что 40% upper middle class покинули Нью-Йорк. Это люди, которые платили, а... Налоги откуда брать? Они, вот эти люди, вот эти плательщики, но они более половины всей казны наполняли. И уже 40% из них уехали из Нью-Йорка. Меня другое напрягает. Я боюсь, что вот эти 40%, которые уехали в другие штаты, доведя свой штат, голосуя за таких дебилов, как Блазио, приедут в другой штат и будут там голосовать за таких же дебилов. Понимаешь? Вот это меня только напрягает. То есть, вообще, это болезнь, ну, похоже, это действительно болезнь. Если люди голосуют за демократов, которые десятилетиями управляют город, и дальше уже до того доголосовали, что уже жить в этом городе не могут, в этом штате не могут жить, вынуждены перебраться в другой штат, которым управляют республиканцы, и если, приехав в этот штат, они продолжают голосовать за демократов, но это больные люди. Ну, я не могу объяснить, как можно, человек довел свой город, голосуя за дебилов до состояния, в котором он не может жить, уезжает в другой штат и голосует опять за таких же дебилов, которые доведут и этот штат. А я тебе скажу, как? Это больные люди, но это с другой стороны, ты понимаешь, что получается? Вот смотри, живет человек, демократ, в полном смысле этого слова, демократ, не левый, не радикал, он демократ, потомственный, окей? Он привык к демократической партии Кеннеди, Клинтона, даже Обамы, вот он привык к этой демократической партии, да? Теперь, он, увидев в Нью-Йорке Деблазио, Кортес и Куома, он говорит, не, я здесь жить не могу, и переезжает, допустим, в тот же штат Флорида. В надежде на то, что там Деблазио будет умнее, чем это. Что там он будет искать настоящего демократа, который не будет себя вести так, как ведут левые радикалы, вот в чем проблема. А где их взять сегодня? Их нет. Нету. Да. Добрый день. Добрый. У меня дочка живет на веб-сайде в Манхэттене на Бродвее. Она в ужасе. Вечером выйти невозможно. Да? 300 семей, говорят вот эти организации, которые занимаются перевозкой, что 300 семей в день уезжают из Нью-Йорка. 300 семей в день. Ну, вы себе представляете, если уже губернатор штата Нью-Йорк, Куому, уже умоляет людей вернуться вплоть до того, что он говорит, я даже вам приготовлю ланч. Я вас возьму на дринс, только вернитесь. Это же не шутки. Я извиняюсь, я еще не отключен. Дело в том, что это сказал Куома. Да. А дебил наш Блазия сказал, уезжайте и пожалуйста, уезжайте. Ну, на самом деле, я помню, спасибо большое за ваш звонок. Я помню, Куома говорил, что если вам не нравится, если вы придерживаетесь консервативных взглядов, если вам не нравится, как мы относимся ко второй поправке и так далее, дескать, флаг вам в руку. ваша проблема. Флаг вам в руки, мы не нуждаемся в вас здесь. Вот так. И вот они уехали. Те, кто не разделяет левые взгляды Куома, они уехали. А теперь он умоляет, вернитесь. А теперь представь себе, назвал, добрый день, вы в эфире. А, добрый день, да, я вас слышу. Вадим, вы абсолютно правильно говорите. Дело в том, что демократы, они же не соображают, что в принципе, они голосовали за этих идиотов и дебилов, как вы говорите. Они же это не соображают. Они думают, что они проголосовали за людей правильных, а вот на самом деле происходит все неправильно. И поэтому нужно сваливать. То есть у них нет мысли о том, что они проголосовали неправильно, они проголосовали не за тех людей, не ставки поставили на проигрышных людей. Вот и все. И поэтому плохо. Поэтому у них это не сваривается в голове. У них нет даже мысли задней, что они неправильно сделали что-то. Про дедушка голосовал демократ. Дедушка голосовал демократ. Папа демократ. Я тоже демократ, да? И вот они продолжают этот потомственный поход. Но демократы уже не те. Нет мысли, что нужно чего-то поменять, нужно где-то какую-то свежесть придать, нужно где-то что-то поменять, вообще противоположную сторону. У них нет этого. Им говорят четко, им говорит этот, как его, Байден, что я буду поднимать налоги. Буду поднимать. И они что, они что, считают, что он шутит? Или не считают, что они думают, что поднимать не с них будут? А, ну да. Это от большого ума. Это от большого ума. Ну да. Спасибо. Еще один момент. Школу я хотел сказать. Я вообще не знаю, вы знаете, тоже столкнулся с этой проблемой, я слышал, мы обсуждали здесь. А со школами у меня знакомые учителя, вот есть, ну как бы вроде нормальные отношения. Начинаю с ними разговаривать, они говорят, это что, нет, ты что. Если мы пойдем на работу, это все, это же мы заболеем, это все у нас дома заболеют. Нет, нельзя идти на работу, в школу. Нельзя, нужно делать все это по компьютеру. И говорят, ребята, вы что, совсем идиоты. Нет. По 30 лет, по 40 люди, которые, в принципе, здоровы. Нет, 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 там дело не в этом. Они вам не говорят одной вещи. У них есть начальство, это Юниен. И Юниен им говорит, ребята, ни под каким соусом вы на работу не идете. Вот рассказывайте, что вы боитесь этого ковида. Рассказывайте, что у вас машина сломалась. На работу вы не идете. Вот и все. А то, что они вам рассказывают. Нет, ну, может быть, некоторые действительно настолько запуганы, что... Да, я говорю, у меня просто... Так что, они сидят и... Они не кушают, скажи мне. Они не ходят в магазины. Нет, ну, в магазины они ходят. Ну, и все. Но по телевизору про магазины не говорят. Ну, да. По телевизору говорят. А сейчас новая волна пошла. Страшно, дети болеют, дети... Сейчас будут каждый день про детей рассказывать. Ну, конечно. Человек детей заболела, про них будут говорить по всем каналам каждый час. Да, уже колледж в Северной Каролине уже все. Я одной, одной, одной красавица тоже говорит. Слушай, так ты боишься, ты пойдешь на работу, ты заболеешь. А я хожу на работу, то есть мне это все равно. А в магазинах люди работают, а водители работают, а полицейские работают. А медсестры работают, врачи работают, все работают. А учителям нельзя болеть, да? То есть как это получают? Потому что вот так. Учителей лучше юнин. Вот и все. Потому что у медсестры нет, юнин слава. Спасибо. Добрый день. У медсестры есть юнин, но они как-то есть. Говорите, пожалуйста. Той через раз. Той часть общества, конечно, ментальные проблемы, сила привычки и больше ничего. Да? Сильная ограниченность. Но дело... У меня вопрос даже в другом. Вот скажите, пожалуйста, кто может мне хоть кто-нибудь объяснить, почему вот никто из правильных, не из наших людей, я говорю из... из поколения американцев, которые родившись здесь, которые на правильном пути, так сказать, находятся. Почему не хотя бы в несколько тысяч человек собраться и простой мирный мытинг хотя бы, чтобы люди видели, что есть люди, которые могут постоять. Ну, а я вам скажу почему. Почему? Потому что есть такие организации, как Black Lives Matter, Антифа и другие радикалы, которые просто запугали людей. А людям это не нужно. Не нужно... Получается, что они струсили так побольше. А нет, они не струсили. Вы поймите, есть такая в Америке, есть такая хорошая пословица. He who fights and runs away lives to fight another day. То есть, не нужно из себя делать героя и становиться на баррикады. Нужно просто нормально мыслить и идти нормально голосовать. Понимаете? А вот эти митинги... Представьте себе такую вещь. Ну, хорошо. Люди нормально проголосовали. Да. Там ненормально посчитали, как говорил Йосиф Сырёнович. Понимаете? Главное, так считают. Посчитали, получилось в обратную сторону. Дальше вот эта часть нормальных людей. Дальше и какие будут действия. Скажу вам, какие будут действия. Еще раз. Вот вы берите себя лично. Вы ходили на какие-либо митинги? Я на митинги не ходил. Нет. Почему? Ну, потому что здесь никаких митингов никто не собирает. Здесь это где? Где это в центре Чикаго. Окей. Значит, в центре Чикаго... Я вам скажу честно. Я своим обоим детям, хотя у меня старшему 32 года, я его заклял. Что в даунтаун Чикаго он не ногой. Боже мой, это у меня рядом с трех-четырех милях от меня. Вот и все. Поэтому мне не нужны... Я говорю о других. Я говорю о других, которые хотя бы чуть дальше, так, где более-менее спокоены. Соберем митинг, я вам обещаю. Я говорю не про русских, я же говорю. Не про русских. Мы не только русских соберем, мы всех соберем. Вы знаете, я вам скажу честно, вот почему-то в Нью-Йорке, действительно, в Нью-Йорке, причем не потому, что это русские. Там есть Blue Tuesday, они каждый вторник собирают. Но там, ты понимаешь, там русские, это часть большого Бруклина. Да. Понимаешь? А здесь, получается, что... Все равно соберем, все равно соберем. Соберем и проявим солидарность. Спасибо большое. Спасибо за ваш занок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Ну, Вернан Хилл был в митинге. Мы в митинге ходили. Да, 60-е милы в руки, да. А? Да, 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 был, был, конечно. Да, был. Ну, немного людей было, ну, было. И дочка говорит, что проезжали, особенно траки, они все показывали вверх пальцем, а все фигналили, и покажут, что молодцы. Ну, да. Был там митинг. Да, там был митинг за Трампом. Немного, да, немного. Ну, были. Организовали американцы. Ну, самое интересное, это, знаешь, что я посмотрел. Спасибо. Спасибо вам большое. Я посмотрел на видео. Ходит женщина и пытается найти все-таки организатора этого митинга. И ни один человек, которого она там спрашивала, не знал, кто такой организатор и где ее искать. Вот это было интересно. Понимаешь, вот как-то непонятно, но ребята вышли. Молодцы, вышли. Сходили, отметились. Да. Поддержали. Молодцы. Продемонстрировали, так или иначе. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я поздоровел в Чикаго. Ну, во-первых, в Чикаго был митинг, собирались сторонники и вот в защиту памятник коммунбуса, это было недели на четыре тому назад. Как раз был. Да, и в этот момент был другой митинг, и полиция сегодня не давала, чтобы они с другом дрались. Это было. Так что в Чикаго тоже собираются, в самом принципе, в центре это первое. В Трех я тоже живу в Чикаго. Знаете, сегодня я прочитал, что наши четыре Аберлена вот направили письмо нашему гаверниру о том, что везде наследственную гвардию до конца года в Чикаго. Понимаете, просто я живу в Чикаго, я работал в Чикаго. И для меня, понимаете, как вы живете в пригородах, я живу в Чикаго, это как две разные страны. Если я поеду в Донтал, в Никай-Парк сейчас кругом, это такое чувство, что после, как показывают фильмы, после войны, хорошо, что происходит. Понимаете, и просто отношение людей, люди хотят, что сейчас хотят, люди хотят порядка, вот, даже порядка и закона. Даже, в принципе, эти демократические сферы, льда и мены, они видят, что наш мэр не хочет ничего делать. И где они выступают? Они выступают на факсе, их даже не пускают на эти на средства массовой информации действительно ничего, чего, потому что они говорят нормально, хорошие вещи. Да. Просто я вот, и пока наша мэра выступила, что говорят, это ерунда, что не нужно, что у нас все нормально, опять же, прошлая суббота была, опять начнут грабить, и я не знаю, что бы просто на самом деле, это не просто грабить. Может быть, люди не только могут их и стрелять, и ранят, и все, знаете, только не только тогда. Спасибо большое, к сожалению, времени больше нет. Огромное спасибо всем, кто слушает, кто принимает участие в беседах, кто делится своими впечатлениями, задают вопросы. А митинг мы соберем. Да. Но метр будет. Всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok